Кремль О детстве и юности кремлевской принцессы Светланы Сталиной мы вам рассказывали в предыдущей серии. Прервались, напомню, в тот момент, когда повзрослевшая и похорошевшая Светлана влюбилась в 40-летнего сценариста Люсю Каплера. Это вызвало бешенство ее знаменитого отца и испортило их отношения на многие годы вперед. В 1953 году на съезде Союза писателей Светлана вновь встретила свою давнюю любовь Алексея Каплера. Она была свободна и у них разгорелся бурный настоящий взрослый роман. Беда в том, что не свободен был Люся Каплер. В силу своего характера Светлана решила помочь возлюбленному и отправилась к его жене Валентине Токарской. В мае 1944 года Светлана выходит замуж за Григория Морозова. Гриша был старым другом Василия Сталина. Светлана знала его еще по школе. Дочь специально поехала к Иосифу Сталину на ближнюю дачу. Цвела черемуха, жужжали пчелы. Под этот райский аккомпанемент Светлана сообщила отцу о том, что выходит замуж. Это известие радости у Сталина не вызвало. Возможно, еще и потому, что Григорий был евреем. Отец сказал Светлане, черт с тобой. Делай, что хочешь. Только чтобы дома у меня я его не видел. Слишком он расчетлив, твой молодой человек. На фронте ведь страшно. Там стреляют. А он, видишь, в тылу окопался. Это был первый побег Светланы Сталины. Пока из Кремля. В знаменитый дом на набережной. Собственную семью. Отец не возражал против ее замужества. А значит, не надо было думать, где и на что жить в молодой семье. Не нужно было и думать, как растить ребенка, который появился на свет весной 45-го года. Его растили две няни. Сталин, узнав, что скоро опять станет дедом, не только помог с квартирой в доме на набережной, но и разрешил Светлане жить в ее любимом Зубалово. Правда, для этого понадобилось опять выпрашивать аудиенцию у главы государства, своего отца. Светлана строго выполняла наказ Сталина и делала все, чтобы он не видел ее мужа. А заодно и сама держалась подальше от душной атмосферы Кремля. Просьб к отцу у нее не было. Все проблемы на тот момент были решены. Война близилась к концу. Брат Василий шел в гору. Ордена, медали, звания. Он уже был генералом, но все больше и больше пил. Слухи об этом доносились со всех сторон. С ним Светлана тоже не искала встречи. Она, наконец-то, вырвалась на свободу. Когда она уже стала самостоятельным человеком, когда она уговорила отца, что вот как бы ей выехать из Кремля и иметь свою собственную квартиру. Марха Пешкова, подруга Светланы Сталины. В университете у нее образовалась совершенно новая компания, совершенно новых людей. Людей, которые были именно связаны и с литературой, и с историей. Именно в университете Светлана подружилась с разными людьми. Среди них были Синявский, Даниэль. В квартире дочери Сталина теперь бывали те, кто мыслил другими категориями, нежели все вокруг. Они говорили о запрещенных вещах, мечтали о свободе. И в этой компании, похоже, Светлане иногда становилось неловко, что она дочь Сталина. Рассказал племянник Алексея Толстого. Рассказывает Марха Пешкова. Она говорит, мы там очень у нее весело проводим время. И, надо сказать, очень интересно, потому что вот кто-то читает стихи, кто-то читает свои произведения, мы это обсуждаем. Но когда мы там у нее встречаемся, она портрет отца, который висит у нее на стене, переворачивает. Обратим внимание на эту деталь. Поступок для Светланы очень характерный. Совсем скоро она так же, как портрет отца, перевернет и страницу своей совместной жизни с Григорием Морозовым. Для развода с Григорием Морозовым было несколько причин. Во-первых, отношения самого Сталина, который так ни разу и не видел своего зятя. Во-вторых, вдруг испортившиеся отношения между давними друзьями, Гришей и Василием Сталином. И, наконец, многочисленные родственники Гриши Морозова, которые толпились в квартире в доме на набережной с постоянной просьбой пристроить куда-нибудь своих детей. Все закончилось просто. Однажды Григория не впустили в Кремль. А Василий взял паспорт сестры и через несколько часов вернул его в абсолютно девственном виде. Будто бы Светлана никогда и не была замкнута. От брака остался симпатичный мальчик Иосиф. Ося! Даже Сталин, однажды увидев внуков Зубалова, сказал, «А сынок у тебя хорош. Глаза у него хорошие». Зато отец Григория Морозова, дедушка Оси, вскоре был арестован и провел в ссылке шесть лет. «Сионисты подбросили тебе твоего муженька». Все упрекал Светлану отец. Рассказывает Илеонора Микояновна. Я говорю, как же вы так хорошо жили, в общем, такая хорошая какая-то пара была. Ну вот она говорит, что знаешь, говорит, в конце концов, говорит, отец у меня один, а мужей может быть много. В те годы Светлана видится с отцом редко, но часто звонит и пишет ему длинные, совсем неофициальные письма. «Здравствуй, дорогой папочка. Я никогда еще так не радовалась, как в тот день, когда получила твое письмо и мандарины». Отец, когда отдыхал на юге, всегда присылал дочери подарки, чаще всего южные фрукты. В этом же письме звучат отголоски сложных взаимоотношений брата и сестры. «Вспомни, что на меня тебе наговорили. И кто? Ну, черт с ними!» Пишет Светлана отцу. Наговорщиком она называет брата Василия. Но тему не развивает, а заканчивает письмо словами любящей дочери. «Все-таки жду тебя в Москву. А может быть, папочка пришлет мне еще одно такое же хорошее письмо. Целую моего папочку». Письмо написано 1 декабря 1945 года. Потом Светлана будет утверждать, что ее с отцом в то время почти ничего не связывало. В 1947 году, после развода со своим первым мужем Григорием Морозовым, Светлана по непонятным причинам отказывается от выстраданной свободы, которой она так стремилась, и переезжает из дома на набережной обратно в Кремль, в Гнадзор. Известно точно, что никто Силе не заставлял ее это делать. Во всяком случае, она никогда этого не говорила. Вот насколько у Светланы жалуется. Вновь говорит об удушливой атмосфере Кремля, о том, что квартира похожа на склеп, но попыток выехать за кремлевскую стену пока не предпринимает. В 1947 году, после денежной реформы, отменили бесплатное содержание семей членов Политбюро. Сталин, как глава правительства, стал получать очень приличный оклад. Светлана же, наоборот, часто оказывалась без денег и вынуждена была занимать их даже у бабуси, которая получала, в свою очередь, сержантский оклад. Отец и дочь в то время виделись достаточно редко, но при каждой встрече Сталин давал Светлане деньги. Она вначале отказывалась, а потом деньги все-таки брала. В том же 1947 году Светлана впервые после долгого перерыва отдыхает с отцом на холодной речке в Гаграх. Они смотрят вместе кино, иногда гуляют. Светлана читает ему вслух газеты и журналы. Они пытаются говорить, но не слышат друг друга. Почти по всем вопросам у них разные точки зрения. Вечерами Светлану утомляют одинаковые застолья с товарищами отца по партии, их истории, которые она слышала по сто раз. И вновь прогулки с отцом, который жалуется ей, что очень устал, что хочет покоя. Светлана и сама видит, что он чувствует себя неважно. Проведя три недели в кругу вновь обретенной семьи, Светлана возвращается в Москву. В университете начинались занятия. В это время она старается чаще писать отцу. То и дело посылает длинные, полные любви и заботы письма. В ответ получает записки, более похожие на телеграммы. Здравствуй, Света. Получил твое письмо. Хорошо, что не забываешь отца. Я здоров. Живу хорошо. Когда свой дом кажется чужим и казенным, окна чужих квартир с кремовыми шторами и зеленой настольной лампой излучают тепло и уют. Вот такой уютной и теплой показалась Светлане квартира Ждановой. После смерти члена Политбюро ЦК ВКПБ Андрея Александровича Жданова, любимца Сталина, Светлана все чаще и чаще стала бывать в этом доме. Дом был женский. Правила в нем вдова Жданова, Зинаида Александровна. Рядом были ее сестры. Они воспитали чудо мальчика Юру, который в 24 года был уже кандидатом философских наук. Светлана и Юрий начали встречаться и как-то рассудочно решили, в конце концов, пожениться. Это был типично династический брак, так считает Светлана. Правда, ее племянница, дочь Якова Сталина Гуля, помнит, как Светлана в роскошном белом платье невесты сияла счастьем и повторяла «Мой Юрочка лучше всех». Он производил очень приятные впечатления. Такой спокойный, умный парень, веселый при этом. Степан Микоян. Сын члена политбюро ЦК ВКПБ Анастаса Микояна. Он имел два образования, философское и химическое. Кроме того, играл на рояле. Очень прилично. Этот брак Сталина добрый. На ближней даче уже достраивали второй этаж, и отец предложил всем детям переехать к нему. Светлане про дом Ждановых он сказал «Там тебя бабы съедят. Там слишком много баб». Сталин вообще недолюбливал жену Андрея Жданова. Но дети как-то дружно от предложения отца отказались, а новый муж Светланы даже слышать об этом не хотел. Благо, что квартирный вопрос перед Светланой никогда не стоял. Она вышла замуж за Юрия Жданова. Рассказывает Владимир Аллилуев, племянник жены Иосифа Сталина Надежды Аллилуевой. Потом, значит, ей дали квартиру в девятом подъезде того же дома, на четвертом же этаже, и у нас были даже общий балкон с ней. С новым мужем Светлана вернулась в старый дом, в дом на набережной, где раньше она жила с Григорием Морозовым, но тогда, в седьмом подъезде. Брак опять оказался недолгим и не очень счастливым. Муж все время работал, приходил домой очень поздно, а Светлана вновь скучала. К тому же зимой 49-50-го годов она тяжело болела. Это было связано со второй беременностью. Полтора месяца она провела в больнице, но ребенок родился недоношенным. Девочку, появившуюся на свет, назвали Катей. Уже тогда, в мае 50-го года, Светлана вновь думает о побеге. Она вдруг поняла, что отец был прав, когда предупреждал ее о том, что в семье Ждановых ей будет неуютно. Муж Юрий не хотел отрываться от кремлевской квартиры Ждановых, от дома своих родителей. К тому же в этом доме обижали и ее бабусю, считая ее некультурной старухой. А когда старая няня однажды приехала на дачу Ждановых повидать Осю, ее вообще приняли как дворничку. Она мне рассказала, что такая какая-то очень мрачная обстановка там, что Зинаида Александровна такая властная, значит, она как-то так над ней все время стоит, как бы, и такая обстановка, и мебель такая черная, какие-то там диваны. Ну, собственно, я это видела, кожаные такие, черные, темные все. В общем, она говорит, мне там тяжело. И вот милый и уютный дом старинных друзей оказывается пропитанным формальной ханжеской партийностью, с самым махровым бабским мещанством. Светлану теперь раздражает все, что совсем недавно приводило в восторг. Сундуки полные добра, безвкусная обстановка сплошь из вазочек, салфеточек и копеечных натюрмортов. Тот самый Юрочка, который в день свадьбы был лучше всех, оказался маменькиным сынком и сухарем. И еще одна, на наш взгляд, очень важная причина, из-за которой Светлана Сталина совершила очередной побег на сей раз из дома Ждановых. В нем Ситанка не могла быть хозяйкой. Вообще годы с 49-го по 52-й были для нее очень тяжелыми. Болезнь, преждевременные роды, развод и учеба. Светлана заканчивает исторический факультет и вроде бы поступает на филологический. Хотя, когда она училась на нем, неясно. Потому что в одном из писем в 52-м году она сообщает отцу, что учится в аспирантуре Академии общественных наук. Летом 51-го года Сталин пригласил Светлану к себе в Боржоми, в Грузию, где отдыхал. Это был последний совместный отдых отца и дочери. Это была последняя поездка Сталина в Грузию. В тот год Сталину исполнилось 72, но он все еще ходил своей стремительной походкой. Во время прогулок он то и дело резко поворачивался на 180 градусов и натыкался на свою свиту. Это его очень злило. И тому, кто попадался под его горячую руку, было не позавидовать. Сталин завтракал и обедал вместе с дочерью в саду под каким-нибудь деревом. И иногда позволял себе вспоминать прошлое. В подробности он не вдавался, потому что всегда считал, что чувства – это для баб. В Москву Светлана и Василий уехали раньше, оставив отца в Грузии до осени. По дороге они заехали в горе. Здесь Светлана впервые почувствовала, что у нее есть родная земля и что находится она не в Москве. Василия и Светлану ведут в дом-музей их отца, где каждую вещицу им демонстрируют как святынь. Неизвестно, как отнесся к этому Василий, но Светлане вдруг стало стыдно и захотелось поскорее уйти. Уйти. Убежать. Только от чего? От кого все время порывается бежать Светлана, дочь Сталина? Многие упрекали Светлану в том, что в последние годы она редко навещала отца. Светлана оправдывалась и говорила, что когда слышала в трубке раздраженный голос и слова «Я занят», в нее пропадало всякое желание звонить. Но бывали случаи, когда она все-таки добивалась своего. В феврале 52-го года Светлана окончательно уходит от второго мужа, Юрия Жданова. На сей раз она не возвращается в Кремль. Обо всем хочет рассказать отцу при встрече. Но пока только пишет письмо. Дорогой папочка, мне очень хочется тебя видеть, чтобы поставить в известность о том, как я живу сейчас. Дальше все, как в обычном письме любящей дочери, заботливому отцу. Об успехах в учебе, о немрядицах в семье, о впустую растраченных чувствах и, наконец, о самом главном, о проблемах, связанных с разводом. В результате этих событий возникли некоторые вопросы чисто материального характера, о которых мне захотелось с тобой посоветоваться, потому что больше мне ждать помощи неоткуда. Все время убегающая от отца Светлана, когда ей стало трудно, вновь просит помощи у него. Привыкшая к определенному уровню жизни, она явно не осознает двусмысленности своих поступков и в письме умоляет отца встречи. «У меня все-таки двое детей. Сынишка осенью уже в школу пойдет, да еще моя няня старая живет у меня. Теперь она на пенсии». Письмо на отца произвело впечатление. И он разрешает Светлане приехать. Как она и просила в письме, в разговоре с глазу на глаз Сталин решил все материальные вопросы. Она получила квартиру в том же доме на набережной. Просто переехала из 140-й в 179-ю. Кроме этого, отец велел получить ей права, дал денег на машину, но приказал отказаться от казенной машины и дачи. Был и неприятный момент. Сталин назвал дочь дармоедкой, на что Светлана сказала, что получает стипендию и сама платит за обиды в столовой Академии общественных наук. На прощание отец, как всегда при встречах, сунул ей пакет с деньгами и попросил передать Яшиной дочке. Это была одна из последних встреч Светланы с отцом. Можно сказать, деловая. Потом была еще встреча. Не по делу. Письмо от 28 октября 1952 года. Никаких дел и вопросов у меня нет. Если бы ты разрешил, и если это не будет тебе беспокойно, я бы просил позволить мне провести у тебя на ближней два дня из ноябрьских праздников. 8 и 9 ноября. Отец разрешил. Это была 20-я годовщина смерти матери. В такие дни Светлана всегда чувствовала тяжесть на сердце. В тот год семья почти в полном составе оказалась за одним столом. Сталин впервые видел свою внучку, много шутил, смеялся, наливал детям вина и совсем не ворчал. Казалось, семья воссоединилась. Отцу Светланы оставалось жить 4 месяца. Брату Василию до ареста и тюрьмы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ушла она рано. Отец, прощаясь, как всегда, сунул пакет с деньгами. И всё. В следующий раз она увидела его 2 марта. Беспомощного, лежащего без сознания в большом зале, где собралась масса народу. 1 марта Светлана много раз звонила отцу, но каждый раз получала один и тот же ответ. Движения нет. Это означало, что Сталин спит. 2 марта Светлану вызвали с уроков французского в Академии общественных наук и передали, что Маленков просит приехать её на ближнюю. Такое было в первый раз в жизни. Не отец, а кто-то другой. Просит её приехать на дачу отца. Дороги Светлана не замечала. А возле дачи машину остановили Хрущёв и Булганин. Светлана вышла из машины и увидела, что лица обоих заплакали. Дальше всё как в тумане. Какие-то люди, какие-то подробности, много знакомых и незнакомых лиц и сознание того, что и отец, и этот дом, и всё, что было связано с ним, умирает у неё на глазах. Приехал пьяный Василий. Тишину царючего на даче нарушил голос брата. «Сволочи! Загубили отца!» Кричал Василий Сталин. «Предатели! Загубили отца!» А чуть позже её едва не стошнило, когда к подносу с бутербродами, который внесла подавальщица Матрёна Бутузова, потянулись руки. Её поразило то, что люди могли есть в такой момент. Светлана за эти дни так и не заплакала. Уже 5 марта под утро, когда тело Иосифа Сталина увозили на вскрытие, её вдруг начала колотить дрожь. Она увидела, как отца положили на носилки. Только когда дверцы захлопнулись и машина скрылась из виду, Светлана уткнулась лицом в грудь Николая Булганину и зарыдала. Закончилась одна жизнь, начиналась другая. В той ушедшей. Она не могла не чувствовать себя уверенно, даже когда ссорилась с отцом. Он помогал ей всегда. Впрочем, помочь дочери живого Сталина готов был каждый. Мы, значит, стояли несколько раз в почётном карауле. Рассказывает Элеонора Микояна. Я с ней стояла вместе, потому что она говорит, стой рядом со мной, а то я боюсь, что упаду. И вот она так, прижавшись плечом, ко мне стояла. В общем, это, конечно, было непросто. Светлана стояла в колонном зале, смотрела в лица проходящих мимо людей, соратников отца, и думала, что будет теперь. Кому достанется власть? Как новая власть обойдётся с семьёй Сталина? Где-то рядом продолжал буянить брат. Двое приставленных к нему офицеров едва сдерживали Василия. Светлане власть никогда не была нужна. И наследницей трона, в отличие от брата, она никогда себя не чувствовала. Что будет дальше, она не знала. А пока стояла в почётном карауле, шла за гробом, почти не слушала, что говорят с трибуны люди, с которыми отец обычно ужинал у себя на даче, находилась в новозолее, когда отца клали рядом с Лимоном. Всё. Эта история была завершена. Начиналась другая. Сразу после смерти Сталина его дети вели себя по-разному. Светлана молчала, и ей определили пенсию, оставили дачу и квартиру. Василий, в отличие от сестры, продолжал твердить, что отца отравили, Берию называл насильником, а Булганина, министра обороны, своего непосредственного начальника, Бабников. Василия Сталина вызвали в Министерство обороны и попросили утихомириться. Но Василий не успокоился. Уже 26 марта его уволили в запас без права ношения военной формы, а ещё через месяц арестовали. Светлана за брата не заступилась. Она считала, что во всём виноват он сам. Да, его развратили прихлебатели. И все его друзья, какие-то тёмные люди, футболисты, массажисты, спортивные тренеры и боссы, толкающего на всякие махинации, и должны были привести к этому финалу. Светлане же никогда не были нужны огромные дачи, государственные средства и шумные гулянки. Именно поэтому вскоре после смерти отца она пишет письмо председателю Совета Министров СССР Георгию Маленкову, в котором благодарит партию за заботу о ней и её детях и отказывается от закрепления дачи Волынская с обслуживающим персоналом, от временного денежного довольствия в размере 4 тысяч рублей в месяц. Далее она просит дать ей возможность снимать за свои деньги на летний период две-три комнаты в дачном посёлке Жуковка. Это письмо напоминает частые разговоры с отцом. Когда он предлагал взять деньги, а Светлана всегда сначала отказывалась. В Кремле ей объяснили, что дочь Сталина обязана получать пенсию и вообще получать всё, что помогается. Сначала она получила такую довольно большую двухэтажную дачу. Артём Сергеев, приёмный сын Иосифа Сталина. Потом сама попросила, чтобы ей дали самую маленькую дачу. Это она мне говорила, не хочу я в этой большой совнаркомовской даче. Светлана вновь пытается бежать. Теперь уже от наследников отца, от распределителей, казённых вещей, машин и только Кремль всё так же виден из окон её дома. А в Кремле творились захватывающие дух дела. Сначала по русской традиции раздел власти на троих, потом арест и расстрел Берия, и наконец приход к власти Хрущёва и его закрытый доклад на 20-м съезде партии в 1956 году. Светлана прочитала доклад Хрущёва в квартире Микояна. Это случилось в феврале. Анастас Иванович прислал за ней машину, встретил её у себя дома на Ленинских горах в библиотеке и протянул стопку страниц. Светлана в демочестве прочла секретную речь. По сути, ничего нового. Похожа на историю её семьи, рассказанную человеком, не любившим отца. Здесь смерть дяди Кирова, описание страданий её тёток, совсем недавние события начала 50-х, зловещая роль НКВД, Берии и мрачная тень её отца. Светлана вошла в столовую, где её ждали Степан Микоян с женой. В их глазах была тревога. Я был удивлён, услышав от неё первые слова, самые первые. Вы знаете, ребята, самое ужасное, что это правда. В 1956 году Светлана поняла, что от прошлого бежит не только она. Друзья и соратники её отца даже опередили Светлану в этом беге. Можно предположить, что Светлане нелегко было жить в те годы с фамилией Сталина. И не случайно сразу после 20-го съезда она решается на смену фамилии. В 1957 году Светлана Сталина становится Светланой Аллилуевой и делает это совершенно добровольно, в отличие от брата Василия, который упирался до последнего и у которого фамилию Сталина отняли уже в 61-м году перед самой смертью. Стоит ли гадать, почему Светлана не поменяла фамилию, например, в 47-м или в 53-м году. Побег из семьи продолжался. Светлана пишет письмо с просьбой об обмене фамилии в канцелярии Президиума Верховного Совета. Председатель Президиума Климент Ворошилов, друг и соратник отца, тот самый, который в день самоубийства матери ездил на лошади на Красной площади, говорит Светлане, ты правильно сделала. Ее поступок одобрены. Но все-таки почему же сейчас, именно сейчас, когда фамилию Сталин требуют на каждом углу? И почему она переходит на фамилию матери, а не на фамилию своего нового мужа Джона Сванидзе? Потому что образ матери для Светланы святой навсегда. А мужья не менять же действительно фамилию каждый раз, когда хочется переменить обстановку и в очередной раз сбежать от чего-то. Итак, Светлана разделяет мнение партии и правительства. Она вместе с народом, вместе с теми женщинами, которые сменили свои имена Сталина на обычные русские имена Наташа, Татьяна, Катя. Она и замуж выходит за сына людей, пострадавших от злой воли ее отца. С Джонником Сванидзе Света была знакома с раннего детства. Его родители Алеша и Мария Сванидзе были друзьями Иосифа Сталина. Именно они воспитали Якова Джугашвили, старшего брата Светланы. Но они, как и все родственники вождя, слишком много знали. Сначала их посылают в разные лагеря, а затем Алешу Сванидзе расстреливают. Говорят, что ему перед расстрелом предложили извиниться перед Сталином. Он отказался. Смотри, гордый какой, сказал Сталин, узнав об этом. После расстрела отца 16-летнего Джонника помещают в казанскую психушку, где он проводит пять лет. Оттуда отправляют на медные рудники Джесказгана, а затем Сталин, как оказалось будущему зятю, определяет новую меру наказания. Пожизненное поселение в Сибири. В 1956 году Джон возвращается в Москву, а в 57-м женится на Светлане. Неисповедимы пути твои, Господи. Светлана всегда любила старшего брата Якова больше, чем Василия, а Джоник, ее третий муж, рос рядом с Яковом. Возможно, этот скоротечный брак очередная попытка побега от действительности. Теперь в детство, поближе к Якову, к живой матери. Мужа, похоже, она не любила. В это время имя Светланы на устах московской элиты. Обсуждают ее браки, ее любовников, привлечения, защиту диссертаций. Даже Хрущев, следивший за судьбой Светланы, не выдержал и сказал как-то, мне неприятно слышать о плохом поведении Светланы и о ее супружеской неверности. Она долго живет одна, без мужа. Это нельзя считать нормальным. мне непонятно было ее такое отношение к мужчинам, поскольку довольно это часто происходило, эта смена. Последний раз Хрущев встречался со Светланой в 1954-м. Говорили о судьбе Василия. Хрущев хотел вернуть брата Светланы к нормальной жизни. Светлана не верила, что это возможно. Всего один раз она с третьей женой Василия Капитолиной посетила брата во Владимирском Централе. Брат и сестра встретились в кабинете начальника тюрьмы, где еще висел портрет их отца. Василий выглядел плохо, вел себя истерично, он требовал от приехавших женщин вытащить его из тюрьмы, потом отвел Светланы в сторону и стал называть имена друзей, которые должны ему помочь, надо только им написать. Но ведь ты сам можешь написать кому угодно, спокойно отвечала Светлана, ведь твое собственное слово куда важнее, чем то, что я буду говорить. Женщины уехали по дороге, обсуждая увиденное. Светлане не понравилось, как Василий вел себя. И все. Будто бы встреча происходила не в тюрьме, а на подмосковной даче. Василий еще несколько раз писал сестре, но Светлана никуда не ходила, никому не писала, ни с кем не разговаривала. Она была уверена, что брат сам во всем виноват и верила в искреннее желание Хрущева Василию помочь. Остается надеяться, что Светлана никогда не читала писем брата, адресованных Никите Хрущеву. И не знала, что именно Никита Хрущев отменил досрочное освобождение Василия, который тот заработал примерным поведением и работой в специальных мастерских. Но как бы то ни было, в те дни Светлана теряет брата, теряет задолго до его смерти. Они не встретятся даже после его освобождения. Он скоропостижно скончается в марте 1962 года, а она через пять лет сбежит за границу. Впрочем, не будем забегать вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok